САУ, Китай, бывший лидер Восточной Украины хочет стать мэром в России после окончания гражданской войны. Что важно, это не противоречит законодательству. САУ, Китай. 18 октября 2019 года. Единого мнения относительно того, каким все-таки боевым потенциалом обладают поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Востоке Украины, нет. Целый ряд зарубежных СМИ, а также военные эксперты НАТО полагают, что основной силой войны, охватившей данный регион, выступают российские военные, которые осуществляют свои действия анонимно. Российская сторона также обучает и вооружает восточноукраинских повстанцев, а командиры российской армии посещают регионы Восточной Украины, чтобы лично участвовать в операциях. Так что без поддержки России ополчение на Востоке Украины было бы не в состоянии сопротивляться правительственным войскам, которые стали гораздо более грозной силой благодаря положительным изменениям в экономике Украины, систематическому проведению экономических и политических реформ, а также поддержке НАТО. Появление многочисленных группировок внутри страны, стремление к власти и личной выгоде привели к тому, что в высших военных кругах на Востоке Украины происходят постоянные пертрубации, руководители сменяют друг друга один за другим. Дело доходит даже до покушений на убийства, которые совершаются в общественных местах. Например, в прошлом году в результате взрыва бомбы в кафе погиб бывший глава ДНР Александр Захарченко. О военных и политических талантах этих лидеров восточноукраинских вооруженных формировании достоверно известно мало. Однако из немногочисленных сообщений становится очевидно, что после вступления в должность более всего их занимало присвоение государственной и частной собственности восточноукраинских республик, контрабанда, монополизация отрасли народного хозяйства, жажда на живое, стремление к личному обогащению. Тот факт, что уровень жизни граждан Восточной Украины гораздо ниже, чем в западных регионах страны и в Крыму, напрямую связан с коррупцией в ДНР или НР. После убийства Александра Захарченко, которое, вполне возможно, было организовано его собственными людьми, должность главы ДНР занял Дмитрий Викторович Трапезников. Поскольку новый глава хотел надолго остаться на своем посту и заручиться поддержкой России, в первом же заявлении Трапезников указал на активные шаги по сближению с российским правительством, отметив, что в будущем он надеется присоединиться к Великой России. Однако за последний год произошел ряд позитивных сдвигов, в международных масштабах и в особенности в масштабах Украины, где сменился президент, и на фоне этих событий наметилась тенденция к менее интенсивным боевым действиям на востоке страны. В ходе немногочисленных боев правительственные войска постепенно перехватывают инициативу, и в этой связи должность главы ДНР становится крайне непривлекательной. Дмитрий Трапезников был освобожден от своей должности также в ходе гражданской войны. Неожиданным стало то, что после тех событий он занял пост мэра Элисты, города в республике Калмыкия, причем избрали его депутаты городского собрания. В Кремле опубликовали заявление в связи с этой неоднозначной новостью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данное назначение не противоречит никакому законодательству. По мнению Пескова, главное в этой ситуации – соответствие законодательству, чтобы будущий глава имел российское гражданство. По всей видимости, экс-глава Восточноукраинской республики не только сумел удержать частную собственность в своих руках, но и теперь продолжит деятельность на посту мэра небольшого российского города, будет довольствоваться богатством и пользоваться привилегиями. И все это на фоне того, как российскому правительству из года в год не удается попасть в сотню индекса восприятия коррупции, составленного компанией Transparence International. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...